Итак, мы возвращаемся, дорогие друзья. Всех приветствую заново. Если я не ошибаюсь, у нас играет сейчас Брэс, и его оппонента зовут Эдюкейтед Ков. Так, одну секунду, отключу трансляцию на Твиче. Так, вот это у нас господин... Как же сложно по ним определять. Или нет, это играет у нас Ксинг Су. Одну секунду, сейчас мы разберемся. Так, Эджи и Йолло команды у них. Так, 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 очень интересно. Ну, первый игрок был точно к Синг Су. Точнее, вот это Эджи. Да, это он. И сейчас он будет играть с кем, получается, по сетке. Единственное, что сетки у нас нет нормальной, потому что Госсу сейчас даже еще эти матчи не вбило. Поэтому нам нужно разбираться на пальцах, как говорится. Ксинг Су, по идее, выиграл Майгада в последней партии. И сейчас он вышел на... На Фуоливера, наверное. Правильно я понимаю? Ведь Фуоливер только что проиграла Жанг Бо. Видимо, да. Ксинг Су против Фуоливера. Интереснейший матч. Посмотрим, как же у нас будут обстоять дела. Играет у нас Прист, Паладин и Лок против Приста, Паладина и Друида. А нет, Паладина, Барлока и Друида. Интересно, интересно. Паладин против Паладина. Этот матчап, конечно же, совершенно зависит от удачи. И, наверное, у нас всегда будет преимущество тот, кто играет с монеткой. Причем сильно в преимуществе. И сейчас вы это видите. Неплохой вход на выставление мини-бота. А секретов-то нет. Интересно. Интересно. В Оливер играет у нас... Что-то махают руками. А, отключение. Дисконект. Первый раз в Китае дисконект. Посмотреть на их лица, таки недовольные. Интересно. Интересно. Все-таки испуганные. Мне кажется, сейчас Сингсу намного неприятнее будет, если матч придется перезапускать. Все-таки сейчас у него было отличное начало. И через монетку он выпускал бы мини-бота. И кто знает, выдержал ли потом у нас в Оливер дальнейшую агрессию. Чинят у нас, как я понимаю, мастера китайские. На самом деле, очень интересная ситуация. Такое случается первый раз. Одну секунду. Прошу прощения. Возвращаемся. Как я понимаю, ничего у нас не случилось. Чинят китайские мастера у нас интернет. Интересно. Видите, девушки тоже китайские играют в Hearthstone. Вчера была еще одна более необычная. Это более классической внешности. Вчера совсем была нереальная девушка. Итак, Фуоливер сейчас, напомню вам, только что проиграл в инерах игроку под ником Жанг Бо. Проиграл с счетом 3-1. И проиграл, ну, скорее по делу. Хотя, может быть, и были моменты, когда ему не повезло. То есть, я намекаю на то, что, возможно, все-таки есть какой-то момент, где он расстроен или подавлен. Все-таки проиграть. Ведь он уже мог пройти в следующий тур, в следующий, последний плей-офф, где решаться будет, кто же получит путевку на Близкон. А тут ему предстоит дальше сражаться. Посмотрим, сможет ли он одолеть. Своего соперника с ником... Я все время путаю, простите. С ником Брэс. Правильно я понимаю? Или нет? Нет, не с Брэс. С ником Синг Су. Фу, ну все, наконец-таки мы все решили, кто с кем играет. Но нам бы игру еще, на всякий-то случай. Чтобы уже было совсем хорошо. К Синг Су и Фоливер, на самом деле, можно было такой финал представлять. Всех этих отборочных. Потому что игроки именитые. Игроки уже показали, на что они способны. Показали, что они мастера Hearthstone. И в Китае они лучшие из лучших. На уровне с Олойс, на уровне с Липпи Шаман. Может быть с Зоро ХАЭС. Ну вот видите, сейчас они уже сражаются за вылет. Далеко не в финале. А все-таки рехост. И сейчас смотрите, какой рехост. Интересно, ведь раньше была монетка у нас у Синг Су, а теперь у Фоливера. И это на самом деле крайне-крайне несправедливо. У Фоливера сейчас великолепнейшая рука для старта. А Синг Су сейчас, как я понял, хочется ставить слабее камбу, чем разгон у Фоливера. Ведь отомщение и призыв в бой неплохая, скажем так, неплохая комбо, неплохая последовательность карт. Но, но-но-но, Фоливера и монетка, и преимущество, и темп, все за ним сейчас. Посмотрим. Может быть, конечно, топ-деки Брешат и Фоливер окажутся позади. Но что-то мне так не кажется. И уже у Синг Су и рука себе, ну так себе. Единственное, конечно же, пришел второй дроп. Это классно. Сейчас Паук может улучшить ситуацию его на столе. И приходит четвертый дроп. То есть, по маню у него все отлично. Все отлично. Интересно, как сейчас разыграет. Ну, скорее всего, это будет что-то вроде двух секретов. И он будет потихонечку выходить в... Ну, двух секрет... Два секрета и в лицо. Чтобы отомщение упало на хранительницу тайн. Ну, посмотрим. Все-таки, если сейчас играть вокруг призыва в бой, то нужно оставить монетку, чтобы разыграть освещение. Освещение и очистить стол полностью. И там уже победа явно не за горами. Да, играет он все-таки через монетку. Не боится освещения на следующий ход. А может быть, думает, что кинжалы, которые будут на следующий ход, они, скажем так, разберутся с призывом в бой наилучшим образом. Обыгрывает он у нас самопожертвование. Фолливер решил, что не стоит оставлять свою секречицу с одним хп. Да, сейчас жуки разобьются. И... Ну, что и говорить. Трудная ситуация. На самом деле, крайне-крайне трудная. Сейчас нужно проверять. Даже если будет отомщение, ничего страшного. Ну, страшно, конечно, но это не самый худший исход. Вот, я бы на самом деле сейчас очень-очень-очень сильно негодовал на месте Синг-Су. У него в прошлый раз был лучший мулиган. Да, все-таки это у нас самопожертвование. Синг-Су в этом убеждается. И на самом деле он очень рад, потому что еще умирает один его паладин-рехрут. И стол у него становится еще хуже. Ох, тут может выйти второй... Второй джонглер. Очень страшно, очень страшно. Я думаю... Нет смысла особенно оставлять. Все-таки второй джонглер... Это... Не такой уж и рискованный ход. Но, возможно, безопаснее будет сыграть обычного паладина-рехрута и отомщение. Да, так он разыгрывает. Все-таки не хочет, наверное, подставлять под освещение свой хороший крепкий стол. Который еще и улучшится после отомщения. Сами понимаете... Очень-очень интересно сейчас, зачем он разыграл отомщение. Видимо, боялся того, что там у нас секрет, который бафнет весь стол. Ну, крайне интересно. И, наверное, это был какой-то некий мисплей. Хотя, разыгрывать секреты, это практически ходить по минному полю. Поэтому, ну, сложно сказать, что открыто это был мисплей. И тут он ошибся. Посмотрим, что у нас будет дальше. Сейчас подарил надежду Сингсу у нас фольвер. Ну, по мане отлично смотрится у нас баф своего существа. Сейчас он понимает, что даже после того, как он бафнет существо или анбафнет секретчицу, все равно придется размениваться практически полным столом. Да, но сейчас он имеет преимущество и лейт за ним. Вот таким, кстати, очень нехитрым способом фольвер, открыв то отомщение практически, может, не то чтобы проигрывает, но близок к провалу. Интересно. Ну, здесь очень хорошо смотрится призыв в бою отомщения. Не знаю, чего у нас ждет фольвер. Я понимаю, конечно, что ему хочется невероятно разыграть камбу, плюс, ну, в смысле, жонглера, плюс призыв в бой. Само собой, это очень хорошо смотрится, но что ему разыгрывалось сейчас? Ему сейчас в любом случае нужно выставлять что-то на стол, чем-то играть. Да, все-таки он собирается с мыслями и играет. У нас очевидный хон по мане. Разыграет отомщение. И на следующий ход у него будет достойный размен с ульдаманшей. Скорее всего, оружие заберет. Одного паладина и защитница ульдамана у нас разменяется. Пятый ход и шестой ход. Конечно же, Сингсу хотел бы поймать что-то получше, чем один секрет, призыв в бой. Лучше уж сейчас бы пришел парень, не твое дело. Интересная ситуация. Он не хочет убивать паладина 4-3. Не хочет терять стол. Видимо, надеется на баф, который может принести ему какое-то преимущество. Смотрим на топдек. Это очень важно. И топдек практически такой же, как у Сингсу. Отвратительно смотрится на самом деле удача у этих двух парней. И разменивается он. Разбивает у нас бабл. Играет освещение. Ну, в принципе, это ход по мане. И... Другого особенного выхода нету. Да, так он играет. Здесь заходит крошер. Этот крошер смотрится практически идеально. Лучше было бы только... Прошу прощения. Лучше было бы только у нас друг, который говорит, нет, не твое дело. А паладинчик не умирает. Нет, паладинчик все-таки умирает. Ну, в принципе, он так и так бы умирал от оружия в руке фуалавера. Не самый плюсовый баф. Одна у крошера. Довольно-таки тяжелая колода, кстати, у Сингсу. Я на самом деле поддерживаю вот этот. А, вот эту сборку. Тоже стараюсь играть более тяжелой версии Секрет 1. Общий баф. Ну, неплохо. Теперь он хотя бы может почистить стол. Я не думаю, что сейчас ему нужно идти в лицо. Нужно всеми силами стараться продумать, как безопасно для себя очистить бума. Я думаю, это будет непростое занятие, так как сейчас он уходит по минам, по бомбам, если уж быть точным. Любое выставление существа это... Кстати, да, бум не будет разменен, что важно. Все-таки он идет в лицо всеми существами. И разыграет 2 кинжала. Первый кинжал бесполезный. Идет в крошера. И второй идет в бомбу. И бомба летит идеально. На 1 хп все как нужно. И да что, убьет? Убьет. Да, убило самое худшее существо. Самое лучшее существо, наверное. Для Синг-Су. И это поражение в матче. И нет практически никаких вариантов на выживание. Что сейчас должно случиться, абсолютно непонятно. Фоливер проиграл этот зеркальный матч. Я думаю, все-таки переворот пошел с того момента, когда он открыл отомщение. Я не понимаю, почему он был уверен, что это баф существ. Ну, видимо, переоценил. Переоценил. И за счет этого, в смысле, и поплатился довольно-таки сильно. Должен он идти менять жизни у... Кстати, если уж на то пошло. Если я помню, Фоливер играет 2 освещения. Возможно, этот ход под контроль был немножко с этим связан. Приходит 3-й Доктор Бум, да? Доктор 6, Доктор 7, Доктор 8. Все на столе. И я не думаю, что сейчас крайне рад этому... Этому у нас к Сингсу разыгрывает лишнюю карту, чтобы, если оппоненту придет такая же карта, ни в коем случае не дать добрать ему даже лишних карт. Да, Фоливер сдается. К Сингсу видно, что весь в мыслях, весь в раздумьях. Настроен на эту игру крайне серьезно. Первый миррор матч он выиграл. И отдаем ему должное. Он и выиграл его без монетки. Отлично. Отличная игра. Отлично сыграла. Следующий матч у нас начнется вот-вот. Игроки, я думаю, выбирают уже колоды. Вот показывает нам у двух игроков. И начинается следующий матч. Следующий матч у нас поменялись, кстати, обе колоды. Выбирают своего варлока у нас Сингсу. Играет он против Приста. Я не знаю, но Прист пытался, скорее всего, угадывать колоду соперника. Видимо, Фоливер. Ну, не знаю. Мы все понимаем, что здесь, в данной ситуации, Прист смотрится слабее варлока. И это отрицательный матчап. Может быть, запросто 2-0. Запросто. И потом у Сингсу уже будет иметь практически все шансы, чтобы заканчивать уже эту партию. Это Диэмон Лок. Диэмон Лок утяжеленный. Хорошо заходит Зомби Чо. Уже второй раз мы видим, как за сегодня приходит Зомби Чо первым в руку. Разыгрывает. Не боится он таун. И уменьшает, 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 делает размен еще без болезни, да, Зомби. Непростой выбор. Сейчас он к Сингсу хоть тапайся на самом-то деле. Но я думаю, все-таки он выберет. Хотя, на самом деле, здесь не особо много чего можно выиграть. Действительно, может быть, это лучший вариант. Если он выставит сейчас жонглера, то баф на две жизни может дать отличный размен оппоненту. Ну, а таун там пойти просто в лицо. Как-то так. Сложная ситуация, никто не спорит. Зашло здесь присту хорошее начало. Нужно тапаться. Сингсу колдует. Видимо, ищет лучший вариант для размена. Все-таки он тапается. Действительно, хороший на самом деле вариант. Я не видел здесь пользу из выставления у нас жонглера. Ну, как-то это совсем слабая игра. Он же не видит руку оппонента. И на самом деле могло случиться абсолютно что угодно. Да, на третий ход у нас выходит, ну, практически топ-дек. У нас главарь банды бесов. И теперь вопрос в том, разыграет ли он войд коллера или сыграет по мане главаря бесов. Мы знаем, что присты не славятся своим сайленсом. Поэтому войд коллер в любом случае принесет главаря бесов. А прист, как бы то ни было, сейчас не так уж и легко может очистить этого войд коллера. Скорее всего, он даже не будет его забирать. Он оставит его на столе. Хотя ситуация довольно неоднозначная. В принципе, делать нечего. Возможно, заберет кладу кинайку, нанесет лишних 5 урона. А может быть и нет. Все-таки не забирает, как я и сказал. Не хочет разменивать. У Сингсу очень неприятная ситуация. Ему сейчас просто кровь из носу нужно убивать аукинайку. Аукинайка на столе всегда была одним из самых-самых худших... Худших существ. Есть еще один крайне серьезный минус. Это в том, что если у нас главарь бездны выпадет не на этот ход, а на следующий, то кабалка его украдет. Да, мощнейший ход. Все-таки бесплатный демон бездны. Это то, что нужно. Его забрать, как вы понимаете, абсолютно нечем. Возможно, есть смысл добрать сейчас карту зомби, дав одного бесплатного импа. Плюс у зомби главаря банды безов останется 2 хп и 2 здоровья. Это будет неплохо смотреться под бомбу. Если у него не будет, конечно, планов разыграть кабалку на этого главаря беза, то ход довольно-таки неплохой. Что же, приходит? Ага, ШВД. ШВД это практически топ-дек. Все-таки мы понимаем, что там сейчас есть гиганты, и это все очень может негативно сказаться на присте. Раздумывает Смексу. Чистить стол нужно. Все существа неприятные, особенно Клирик. Сейчас она может добрать карты, которые не хочется отдавать. Есть неплохой вариант разыграть Аргуса, и, наверное, это самый лучший вариант в этой ситуации. Тем, что... не подставляет свои крупные существа из руки под бомбу, но... в любом случае все смотрится не так гладко для приста. Если играется Пироманд и ШВД... Хил у нас у Миншайстера, у него остается стань 0-3-2, Пироманд, ШВД остается у... у Миншайстера 1 хп, и он сможет разменяться с Аргусом. Ну, по-моему, это довольно-таки... А, нет, у нас не хватает маны. Зачем я это раздумываю? Ну, можно было сделать не хил, а увеличить жизни с помощью... щита. Ну, видимо, решил он сделать по-другому. Вот так. Ну, немножко... неясная ситуация. Он сейчас оставляет существо и сопернику. Хм. Ну... Ему виднее. Два у нас теперь жонглера в руке. Интересно, интересно. Осталось найти только имплоужен. Тогда будет совсем хорошо. Эм... Ну, возможно... Можно сейчас выставить два жонглера. Я не думаю, что это будет... Плохой ход. В крайнем случае, отдать Аргуса. Раз он уже тапнулся, значит, он не сможет не выставить... Латхиба. По мане он не заходит. Да, он так играет. Играет двух жонглеров. И... Мимо. Аргусу придется отдать. Жонглеры отлично сейчас стоят на столе. Их очень трудно убить. И... Интересно, будет ли он это делать. И действительно, не убивает, не тратит бомбу. И... Существо 6-5 на столе. Сейчас, возможно, будет очень и очень много кинжалов. Ну что, повезет ли Сингсу сегодня? Нет, не везет. Довольно-таки крупно не везет. Нужно отдавать одного жонглера, скорее всего. Мариэль оставлять на столе. Такое себе удовольствие. Существо 6-2, как Лерой. Да. Он разменивается. И... Имеет неплохой стол. Сейчас нет возможности зачистки. Кабалка, скорее всего... Деслорд приходит в руку. И моментально разыгрывается. Моментально. Прист понимает, что Деслорд, скорее, здесь хорошее. У нас существо. Потому что, в любом случае, оно разменяется... Сейчас по ХП со многими существами на столе у Сингсу. И... То, что выпадет Деслорда. Оно будет... Так же убито с помощью бомбы. А импы... Хм... Импы на 2. Ну, хотя бы кинжалы идут в Деслорда. Да. Это более-менее. Посмотрим, что дропнется. Неприятно будет, если существо, у которого атаки... Так себе, на самом деле, дроп из Деслорда. Он останется стоять на столе. Что еще более-менее. Ну что. На самом деле, здесь можно зачистить с помощью пироманта. Но... Это такая себе история, потому что яйцо раскроется. Серьезный хил. Сейчас идет и... На самом деле, о быстром раше сейчас не особенно можно вести какую-то речь. Играет Войт Колера. И играет темп по БГХ. Хорошая, достойная игра. Сейчас не уходит у нас... Так, уходит у нас Кабалка, которая ворует яйцо. Хорошая игра. Яйцо можно будет, в принципе, разбить у нас только лишь... Только лишь, только лишь второй... Второй Аукинайкой или... Или... Или пиромантом. Или пиромантом через два каста. Как-то так. Нужно сейчас убивать Кабалку. И, возможно, через бронящего сержанта. Это довольно-таки смотрится сильно. Потому что выходит существо 5-7. Да и можно даже выставить, наверное, гиганта. Что ему мешает, по большому счету. И будет сильный стол. Конечно, этот стол будет очень подвержен второй бомбе. Но так можно и не выставлять, в конце концов, второго гиганта. Можно выставить яйцо. Еще одно. Посмотрим, как он сыграет. Нет, все-таки играет гиганта. Или раздумывает. Вот так. Интересно, интересно. В общем, не боится. Не обыгрывает никакие АОЕ здесь. И играет очень и очень агрессивно. Вот и вторая лайтбомба. Неприятно. Действительно неприятно. Сейчас это топ-дек. Который рушит весь стол Сингсу. Очень неприятно. Ну что, тут разыгрывать нужно этот самый топ-дек. Может быть, стоит... Сейчас немножко потерпеть. Сделать хил в лицо. А на следующий ход... Нет, нет. Играет вот так. Довольно-таки классно. Я почему-то мне даже в голову это не пришло. Ну, следующий ШВД я уже не тратил. О, не ШВД, а следующий хил баф на 2 хп. Да, так он и делает. Посмотрим, что с топа. Стопа-раскопка. Посмотрим, что с раскопки. Хорошо было бы достать... Сразу же делает implosion. На 3. Неплохо. И сразу же, получается, с помощью перевыполняющей мощи забирает у нас Наруба. Хорошая игра. Раскопка даст... Хорошо бы было бы поймать вторую перевыполняющую мощь. Имп смотрится хорошо, но, наверное, если разыгрывать его не прямо здесь, не прямо сразу. Потому что он неплохо подставляется как у пироманта второго, так и под кольцо света. Но нет, разыгрывает он его все-таки сразу. Наверное, уже хочет давить сильнее, потому что понимает, что там обилка на хил. И как бы далеко не уедешь. Вот идет пиромант. Ну вот идет... Первый щит. Посмотрим, что у нас в топдекнется. Ах, вот и оно. А, неприятно, конечно, неприятно. Полностью защищает стол он оппонент. Еще, скорее всего, он сделает свет на Ару. Нет, на Ару он не отдает. Интересная ситуация. Ну, возможно, хочет оставить двойную раскрутку. Бум-бум-бум, неплохо. Сейчас бы хорошо было словить погребение. Или же... Или же ШВД. Играет ли он второй ШВД, я не помню, если честно. Ну, в любом случае, тут гадалки не ходи, нужно делать кольцо на Бума и на пироманта под клериком. Но другой момент, что бомбы могут и убить пироманта. Так что надо сыграть здесь максимально осторожно. Да, сначала он делает хил. И будет надеяться, что не убьется пиромант. И вообще никто не убьется. Да, это идеальная ситуация для него. Он дропает целых три карты. И, возможно, потом еще раз доберется с помощью хила. Деслорд. Хорошо было бы сейчас поймать погребение. Еще один хил. Да. Синксу не хочет на это больше смотреть. Он просто выходит. В принципе, да. Достаточно нормальная ситуация. Я бы тоже не смотрел дальше на это избиение. Я бы тоже не смотрел дальше на это избиение с пирста. Выглядит он усталым. Больше, чем... Интересный игрок. Многие подчеркивали, играет он. Довольно-таки хорошо. В пиджаке. Много эмоций от него. Не то, что фольвер. Фольвер как ремень. Интересно, что дальше выберут у нас оппоненты. Оставит ли он своего... Варлока. Варлока. Очень интересно. Кстати, очень интересно, ведь Прист выиграл Варлока. Не самый лучший матчап. Итак, да. Оставляет он Варлока. И у нас будет практически миррор матч. Там тоже есть демоны. Не знаю, играет ли фольвер войд колеров. Ну, посмотрим. Бронящий сержант. Какой-никакой первый дроп. И тут первый дроп покруче. 1-3 таун. Делает выгодным размен. Ну что, здесь нужно выставлять в любом случае жонглера. Он смотрится. И пропускать ход. Здесь тоже невелика мудрость. Нужно разменяться с бронящимся сержантом. И выставить главаря бесов. Он отлично смотрится против шальных кинжалов. Да и... На самом деле это других вариантов особо-то нет. Можно выставить яйцо. Но, как по мне, это немного пассивно против игры в миррор матча. Да, так он и делает. Выставляет главаря бесов. Здесь такой же ответный вариант. Посмотрим, куда у нас полетит кинжал. Ну, не самый худший вариант. Средний, скажем так. Лучше лицо. И тут у нас тоже жонглер. Но не факт, что он сейчас здесь уйдет на стол. И очень-очень интересная ситуация. Может быть здесь сыграть сову. Но сова... Нельзя здесь разыгрывать сову. Потому что из миррор матчах нужно оставлять ее на яйца. На пауков и так далее. Может быть, стоит разыграть здесь яйцо. И да, яйцо, наверное, смотрится лучшим вариантом. И разменяться с жонглером, само собой. У Оливера тоже есть яйцо. И оно как раз-таки и пойдет на то самое яйцо. Также палк выйдет практически идеально. Ну да, и, наверное, уже можно чуть-чуть говорить о каком-то преимуществе. Но мы не будем забывать, что у Синксу все-таки есть гигант. И этот гигант сейчас стоит сумасшедше дешево. Может быть, сейчас стоит разыграть у нас жонглера и гиганта. Может быть, сову и гиганта. Но как-то в любом случае разыгрывать через гиганта. Думает он. Ну, на самом деле, действительно, худший кинжал это может быть только в Говоря Бесов. А в остальном, почему бы и нет. Нет, все-таки он хочет у нас сделать сайлицер на паука. Ползун у нас теперь не распадется. И уменьшает количество существ до 5. Но, на самом деле, так себе уменьшение. Потому что ответ на гигант все равно может выпасть на стол. Если же, конечно, он играет его. Ну, тут Латхип. Латхип так себе ответ, на самом деле, на гиганта. Хорошо было бы сейчас поймать бронящего сержанта и убить Латхипа через БГХ. Но это только в идеальном мире. Вот такая рука, что прям и просится. Как бы сейчас тапнуться. Хочет он сделать размен, чтобы не дать лишнего импа. И теперь раскрутка и, возможно, поиск какого-то существа. О, да, мне кажется, сейчас таунт смотрится лучшим вариантом. Хотя, Солфаер может выкинуть БГХ. Нет, на самом деле в Солфаер не смотрится здесь. Да, таунт лучший вариант. Жаль, к Сингсу, что не попадает он с беса. Ну, да ладно. Так, сейчас можно разыграть у нас раскопку и гармока сверху. Ну, конечно, гармок не активируется, но в любом случае сейчас очень нужно хоть какой-то, скажем так, хоть какая-то масса на столе. Да, очень-очень плохо. Гигант не умирает из-за этого фолловер в очень-очень плохой ситуации. И, в принципе, никак этого гиганта не убить. Можно сбросить Игорь Мока и раскопку с руки, и убить с помощью размена 5-7 в гиганта и плюс бес. Но это автолуст, если честно. Ну, не знаю, почему думает фолловер, но на самом деле нужно раскапывать прямо сейчас. Нет, все-таки он так и делает. Вот этот в моих глазах самый сумасшедший вариант. Но он не разменивается с гигантом, он разбирает немного другое существо. И сейчас, скорее всего, и полетит этот имплоужин на 2. Хотелось бы бросить на 4, конечно. Но, нет, на 2. На 4. И у нас имплоужины сегодня не летают. Нужно, нужно разменяться. Конечно, все по 1 хп. И это так смотрится. Но мы знаем, что зачисток нет никаких, кроме жонглера кинжалами. Вот он, жонглер кинжалами. И что? Сейчас выставить его, наверное, будет не лучшей игрой. И нужно пропустить ход. Вот, сами понимаете, в матчах зоолок на зоолок, когда один из них пропускает между делом ход. Ну, это такая себе история. И на самом деле это gg. Тут дальше бесполезно что-то пытаться сделать. Сейчас он сделает гиганту 2 хп. И там уже будут совсем призрачные шансы на победу. Не знаю, что ловит у нас. Наверное, имплоужин. Имплоужин здесь зайдет лучше всего. И это не имплоужин. Ну что, кинжал гиганта? Ну, махает головой на вепке. Вижу, так что, да. Это не кинжал гиганта. Смотрим, что у нас там в топдеке. Вымотает головой, видимо, топдек не очень. Нам даже... А, вот он имплоужин. Да, это и есть топдек. Ну, имплоужин пришел слишком поздновато. Чуть-чуть бы раньше. И тогда можно было играть это йоло, играть имплоужин гиганта. под жонглера и как-то пытаться почистить этот стол. Смотрится здесь игра Авойт Колера. Ну, размен, скорее всего, Аргус с... Да-да-да. Вот как-то примерно вот так. Да, у нас останется в живых жонглер. Потому что 9 хп пропускать глуповато. И все, это гг. Дальше тут никаких шансов нет. Даже если имплоужин залетит на 4 в гиганта, это ничего не даст. Доигрывают у нас ребята. И мы уже потихонечку начинаем готовиться к следующей партии. У Синг-Су останется Друид. И Друид будет играть сначала против... Хотя не знаем мы против кого. Но сначала или против Паладина, или против Варлока. Этого самого Зоулока. Посмотрим. В принципе, Друид может обыграть эти колоды. Посмотрим, как это будет выглядеть на самом-то деле. Синг-Су выглядит уставшим, если честно. Как будто на его плечи возлегла такая невероятная ответственность. Готовится он, поправляет свой пиджак. Интересная такая одежда у него. Все-таки пиджак. Никто еще на протяжении всех самых последних турниров азиатский, европейский, американский обзор и вот китайский обзор не был так официально одет. Нет, если честно, он напоминает мне какого-то нашего кавказского такого друга. Вот почему-то по такой манере одеваться. Ну да ладно, у Зоулока прекрасный заход здесь. Здесь у нас... У Друида есть Инервейд. Это уже неплохо. Он будет менять, разумеется, дерево с Харрисоном. И будет бороться с этим невероятно классным и сильным заходом Зоулока. Я думаю, все-таки... Посмотрим, в общем, на тупдеке Друида. Здесь загадывать глупо, но заход Зоулока меня уже немножечко пугает. Делает он, скорее всего, раскопку вначале. Да, так и случается. Смотрим, что у нас выйдет. Неплохо было бы, наверное, забрать здесь Оргена. Самое лучшее существо. Так, ну тут все по гайду. Все, буйный рост разыгрывает Друид. И следом, наверное, будет все-таки яйцо. Да, выставляет, скажем так, корневых существ, не бафающих. Все верно. Четвертая мана. Казалось бы, хорошо сейчас выпустить Друида, но есть Иннервейд. И Иннервейд смотрится с Таури Саном на шестую... Ну, в смысле, на четвертую ману. Очень-очень круто. Напомню, что у Зоолока еще третья мана. И вот этот разгон может оказаться, скажем так, возможностью для камбэка Друида. Я говорю камбэка, потому что Зоолок, сами понимаете, с такой рукой он смотрится намного-намного круче и намного перспективнее. Легко он здесь заберет с помощью бронящего сержанта и волка у нас этого Таури Сана. Неприятно, когда так, конечно, разменивается, но на то Зоолок и Зоолок. Интересно, открывает он у нас Неруба. Видимо, хочет под размах подставиться, но... Да, здесь нужно разыгрывать Пеньков в зачистку. Умрет Неруб и Волк. Ну а здесь, скорее всего, будет, если не придет другой топ-дек, то будет разыгран Ползун и Ворген. И это будет совсем-совсем какая-то подстава под размах. Я не думаю, что хорошая здесь идея разыграть Гармока. Все-таки, возможно, он пригодится в дальнейшем. Посмотрим, что купили Туфу Оливер. Да, все-таки он так и разыгрывает. Довольно-таки простая колода и... В принципе, другой игры и нету. Здесь уже шестиматный Дерево Мудрости. Ничего толком суперполезного не пришло, потому что одна из карт это Инервейд. Друид Когтя смотрится более-менее отлично. Не знаю, Синксу, видимо, раздумывает дальше. Думает, тратит ли Инервейд. Но я считаю, что это не самая лучшая ситуация. Ведь Инервейд, может быть, потом сыграет с Размахом, бафнутым от Лазурного Дракона. То есть, если сейчас на следующий ход придет Размах, или Размах выпадет из Лазурного Дракона, что довольно-таки неплохая вероятность. Процентов, наверное, 15-17. И тогда можно будет защистить стол намного качественнее. Нет, все-таки хочет отдать Инервейд и очистить Бронящего Сержанта. Не хочет получать никакого лишнего урона. Или подставлять под легкую смерть у нас Дерево. Смотрим на топдек Зоулока. Это Яйцо. Ну, нужно начинать с Имплоужена, а потом уже дальше понимать, что и как. Ну что, наверное, Имплоужен на 4, да? В лучших традициях. Да, Имплоужен на 4. Синксу у нас смотает головой. Отлично смотрится здесь в продолжении всего этого Безумия. Дликт Лена, который добирает само это Дерево. Выбирает, лучше выбрать таунт и добить с руки у нас Воргена. Неплохой ход. Мне кажется, он здесь выглядит лучше, чем выход Дерево Мудрости. Хотя Древо Мудрости, возможно, словило бы тот самый размах, который здесь просто крайне необходим. Очень хорошо смотрящийся Гармок. Синксу понимает, что партия практически ускользает. Лицо Фолливера... Видимо, интернет опять упал. Фолливер недоволен. Он понимал, что партия практически у него в руках. Нет-нет-нет, все, интернет продолжил. Показывает он окей. Все работает. И яйцо еще на стол. Слишком, слишком все сильно. Теперь размах улучшенный не смотрится на самом-то деле. Нужно разыгрывать Дерево и как-то добирать. Набирать. Или же разыгрывать Лазурного Дракона и искать Гнев. Все-таки Гнев еще не уходил. И Лазурный Дракон может вызвать баф. Но Гнев, который на 4 пойдет Гармока. Думает Синсу. Очень трудная ситуация. Скажем так, уже практически проигранная игра. Но не хочется отдавать ее просто так. Не хочется выходить на матч против Паладина. Там может случиться все, что угодно. Если Паладину зайдет, то этот Друид вряд ли вытащит эту игру. Вот так он разыгрывает. Отдает темпы БГХ. Отдает Кипера, чтобы сделать Сайленс на Яйцо. Как по мне, это прекрасная игра. Не зря он так думает. Что же у нас топдекает? Нужно еще один топдек. И там у нас без. Ну, я думаю, такой розыгрыши будет у нас крошер и без. Смотрится, в принципе, и по мане неплохо. И, в общем-то... Гармок разменивается. Ну, все, собственно, без каких-то сюрпризов. Ох, мне кажется, как же здесь размах мог бы вернуть в игру Сенсу. Хотя бы. Ну, да, махает он головой. И это должен быть размах. Ну, вернуть интригу. Ах, да, 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 не везет. Я вообще, на самом деле, в зоо-локе здесь не видел у нас у Фольвера ни одного гиганта. Играет ли он вообще этих гигантов? А если не играет, то понимаете, как два БГХ в колоде друида смотрятся не очень. Надеюсь, что эти два БГХ хотя бы смогут помочь ему против игре Паладина. Там ему придется надеяться, что не будет перед насыщенный стол перед выходом претендента. И тогда претендент бафнет, состояние 9-8. И тогда можно будет убить его первым БГХ. Ну, и ждать бума, чтобы отдать второго БГХ. А так, конечно, эта колода не смотрится, как сильный третий дроп. Да, я думаю, здесь друида уже пора сдаваться. Второй раз импло уже на 4. И тут дальше делать нечего. Он так расстроился от импло уже на 4. В любом случае вышло 3 веса. Ну, да, да, да. Я не понимаю, почему нулевая. Это, возможно, пытается запомнить этот момент. Я понимаю, если у него впереди была бы еще одна партия против этого зоолока, тогда, может быть, и стоило выпустить... Летит у нас буковки ГГ почему-то по трансляции. Я на самом деле не понимаю. Может быть, кто-то рофлит. Это же китайцы, кто их знает. Ну, играет до конца, пытается зачем-то или вытащить, видимо... Да, весь Никорока. Ну, нет, конечно же, это не он. Не помог бы он ему. 2-2. Финальный матч сейчас нас ждет. Самое интересное. Развязка. Паладин против... Паладин против друида. Действительно интересно. Оба они сейчас средоточены. Но на самом деле, глядя на Сингсу, он, если честно, немножко разочарован. Такая у него расстроенная мина. Не знаю, жарко ли там. Может, он как-то покраснел даже слегка. И вот, начало. Последний матч. Смотрим сразу на мулиганы. Важнейшая составляющая. Сразу друид, скорее всего, уберет только БГХ и Пеньков. Оставит Буни Рост и Крошера. Тут Паладину не надо оставлять самопожертвование. Нужно менять все. Средняя рука у Паладина. Если он найдет здесь еще и секретчицу, возможно, будет лучше. Или секрет начальный. Да, секрет идет отомщение. Лучший секрет под призыв в бой. И кривая маны у Паладина построена просто прекрасно. Я думаю, здесь через монетку не будет разыгрывать Буни Рост. У нас игрок снизу это... Может, как я забываю, Сингсу. Так как у него нет третьего дропа. И это будет игра не по мане. Сейчас монетка... В смысле Буни Рост при сохраненной монетке смотрится намного лучше. И потом он может разыграть даже пятую ману. Но все слишком хорошо уже у Паладина. Невероятный темп. Просто невероятный. И сейчас висящее отомщение... Просто... Сумасшествие. Ну, наверное, все-таки нужно выставлять здесь Друида Когтя. Нужно. Он как-то будет заставить весь стол соперника меняться. Ну что, видим Печать Королей и ГГ. Не знаю, китайцы играют ли Печать Королей. Ну, тут нужно разыграть один из секретов. Возможно, это будет... Сложная ситуация. Ну, видимо, выбирает разменяться всем столом и еще добрать лицом. Сделает он нового Паладина Рекрута. И, наверное, сделает у нас самопожертвование. Искупление под самопожертвование, разумеется, он не поставит. Следующий у нас будет... Ну, Лодхип смотрится не так плохо по статам. Да и заблокирует ту же Печать Королей. То же освещение. И любую магию. Сами видите, сейчас пятый ход полностью пропускает практически. У нас Воливер выставляет только нового Паладинчика. Ну что, Селивана. Селивана и не ударить. Может быть, это действительно хорошая игра. Вот это да там, может быть, стоит... Сила героя. Сила героя. Маны мало на самом деле. Было хотя бы... Один эндервейд. Можно было разменяться как-то поуспешнее. Да, все-таки он открывает секреты. Не хочет выставлять Селивану. Открывает секрет. Будем смотреть, на кого же упадет у нас отомщение. Оттуда будем дальше отталкиваться. Видимо, это будет Сайленс. И... Лодхип, наверное, должен убивать у нас мини-бота. Или же пойдет в лицо. Но, как по мне, нужно чистить стол. Не стоит оставлять Паладину лишних... Лишних... Лишних существ на столе. Ну, тут... Доктор 6. Что он думает? На самом деле, я до конца не могу понять. Действительно, какой здесь может другой быть ход, кроме Доктора 6? Единственное, о чем здесь можно подумать. Защищать ли Лодхипа? Ну, просто Лодхипа, возможно, и нужно будет убить. Так как призыв в бой у нас находится в руке. А зачастую Паладины играют. У нас один призыв в бой. Ну, нет, играют он по-другому. И вот такой мини-секрет 1. Выходит только с одним секретом. Интересная игра. Интересная, действительно. Ну, посмотрим, посмотрим, как он разыграет. Ну, скорее всего, будет эта Селивана. Ну, Селивана, конечно, она плохо подставляется под просто размен Лодхипа. Но... Как-никак, размен. И бум. Бум выходит очень не шикарно. Я на самом деле, я просто... Помогите мне, объясните, почему он не разыграл у нас претендента. Ну, видимо, не хотел разыграть претендента на пустой стол. Так как это смотрелось не очень хорошо. Да, возродил он второй раз бомбу. Кипер уже не возродится. Какой же имбалансный бум. Боже мой, разыгрывает кипер от существа. 2-4 за 4 маны с бомбой. И полностью разменивается. Так, ну здесь нужно подумать, как по мане сыграть так, чтобы вышел ее БГХ и, скорее всего, ну, может быть, крошер с корнями, может быть... Да нет, крошер с корнями. Может быть, думает сначала силы героя забрать. Нет, выставляет в дракона. 4 хп. На столе довольно-таки неплохо смотрится. Видимо, он решил сделать так. Ульдоман заходит неплохо. Ну, я просто не понимаю, когда он хочет разыграть претендента. Сейчас вполне себе такая неплохая возможность это сделать. Когда, если не сейчас? Ну, давай, друг, секрет... Секрет... Вернее, секрет... Секретчика этого и... Ну, я не знаю. В конце концов, если сейчас не секретчик, то если есть комбо оппонента, то ты ее уже падаешь. Уже проигрываешь. Пытается он найти, наверное, варианты получше. Посмотрим, как полетит первая бомба. И она летит не так уж и классно. Посмотрим, убьет ли вторая дракона. И не убивает. И Сингсу такой, да! Все-таки есть на свете счастье. И ему хоть немножечко довезет. Кстати, действительно, он может с помощью двух своих ремувалов выиграть игру. Посмотрим, есть ли он не летал. Да, нет, 6 плюс 12. Это 18 хп. Летала нету, но... Он невероятно близок к этому леталу. Так. Он такой... Видите его лицо? Насколько он удивлен. Насколько же он удивлен. На самом деле... Быстро-быстро-быстро нужно сделать ход. Да, второй БГХ. А или нет, отомщение уже уходило. Я просто не до конца понимаю, какие там секреты. Отомщение, да, все-таки есть. Вот, второй БГХ. Действительно, как мы... В смысле... Как мы между матчами Раздумывали, будет У нас проходить партия. Так она и прошла. Два БГХ сыграли свое дело Даже против Секрета Дина. Один БГХ сыграл На Бума. Второй разыгран был На разбафанного Товарища, не твое дело. И вот... Вот как играются Два БГХ, друзья, Во всех пабах страны. Как говорят дотеры. Да, пытаются нужно спамить Все, что только можно. На самом деле Ничего не остается. Игра проиграна. И уже... Уже есть летал, да? Да. Ничего не поделаешь. Сначала лицом. Потом одним из пеньков. И вот, все. Да. Это не искупление. Это... Это Джи Джи. Поздравляем Ксинг Су. Он тоже рад. Я бы тоже был рад, черт возьми. Кого-то он целует. Видимо, кому-то передает привет. Может быть, своей Китайской жене. Кто знает. Улыбается он. И, кстати, Фу Оливер тоже улыбается. Но я на самом деле Не вижу у него Поводов для радости. Потому что второй матч он проигрывает За сегодняшний буквально за час. Неприятно. Но я думаю, он мужчина серьезный. Продолжит борьбу. Ребята, не расходитесь. У нас следующий матч У нас следующий матч Довольно-таки близок. Это, наверное, решающий матч Сегодняшнего дня. И это будет матч Эдюкейтед Кофф против Бресса. Решается выход Последним игрокам В финальную часть Плей-офф Надеюсь, Он будет интересным. Буквально 10 минут. Не расходите.